Всем привет! С вами информационный ресурс mega-обзор.com и сегодня у нас на обзоре долгоиграющий смартфон от компании DOOGIE под названием BL9000. Сегодня я расскажу обо всех преимуществах данного смартфона, обо всех недостатках, дизайне, камере, производительности и так далее. Поехали! Собственно, поставляется смартфон в довольно привлекательной коробке из черного материала. Это фирменный стиль компании. Все предыдущие смартфоны, которые у нас были на обзоре, это MIX 2 и BL12000, они также были выполнены в таком стиле. Довольно привлекательно смотрится, дорого, без всяких там цветных надписей. В общем, по-взрослому за это плюс. В левом верхнем углу у нас нарисован логотип компании и справа у нас указана модель BL9000. Как вы уже догадались, 9000 это мАч. 5500 батарея. На тыльной стороне у нас никакой информации нет, на боковых граних у нас только логотипы, поэтому давайте посмотрим, что же там внутри находится. Внутри коробки у нас находится смартфон. Он в такой прочной пленке, которая не позволит вам как-то поцарапать смартфон при транспортировке. Вокруг него еще находится такой плотный мягкий поролон, который, опять же, спасет его, если вы покупаете смартфон по почте. Справа у нас находится такой конверт. Тут у нас зарядки, кабели, к этому мы еще вернемся. Достаем смартфон. Здесь есть специальный хлястик. Сразу стоит обратить внимание, на тыльной панели у нас вот такой нарисован квадрат, на котором указана NFC и Wireless Charging Area. Это значит, что когда вы будете заряжать свой смартфон при помощи беспроводной зарядки, вы будете его класть на эту самую беспроводную зарядку этой частью. О беспроводной зарядке мы еще, конечно, поговорим. В принципе, больше здесь, ну, еще указано, как сим-карту устанавливать, но, в принципе, ничего важного здесь нет. Пока что отложим смартфон в сторону. Этот бампер нам защитный тоже не нужен. В конверте справа у нас находится достаточно много всего интересного. Это, во-первых, зарядка. Она у нас на 5 Ампер. Это значит, что смартфон можно будет заряжать достаточно быстро. О зарядке мы, опять же, мы проведем детальные тесты. Дальше у нас есть такой кабель с переходником с USB PAP на Type-C. Это, в принципе, нужная вещь некоторым пользователям. Естественно, у нас идет переходник с USB Type-C на 3,5-мм разъем. Потому что в данной модели не нашлось слота под 3,5-мм разъем. И если вы захотите послушать музыку при помощи проводных наушников, вот такой переходник вам, опять же, понадобится. И самым последним элементом данного конверта, не комплектации в целом, собственно, обычный кабель с USB на USB Type-C, при помощи которого мы будем заряжать наш смартфон. Но стоит отметить, что он достаточно толстый, прочный и, ну, видимо, он будет служить намного дольше, чем обычный кабель. С правым конвертом мы закончили, но у нас есть еще один конверт, который мы отложим в сторону. В данном конверте у нас находится, собственно, бампер. Пластиковый бампер, он такой приятный на ощупь. Как у нас сверху есть вырез под камеру, есть логотип компании. Обычный самый пластиковый корпус, но фишка в том, что вам не нужно покупать его отдельно. В этом большой плюс, как мне кажется. Дальше у нас идет макулатура. Это инструкция по использованию и гарантийный талон на случай, если у вас что-то с смартфоном случится. И, конечно же, у нас в комплекте идет такая микрофибра для того, чтобы протирать экран и защитная пленка на лицевую панель. Опять же, мелочь. Она стоит 50 рублей, может, 100, но вам ее дают бесплатно в комплекте. Это очень круто. Собственно, давайте поговорим о внешнем виде данного устройства. На лицевой стороне у нас находится большой дисплей. Сверху у нас находится динамик, он такой декоративной сеткой, и расположена камера, и, конечно же, тачки слежения. В нижней части у нас нет никаких элементов управления. Клавиши управления у нас сенсорные, они находятся на дисплее. Здесь никаких элементов управления нет. И что достаточно приятно, здесь нет никакой челки, которую сейчас устанавливают буквально на каждый второй смартфон. Практически всю лицевую панель занимает дисплей. Это классно, это удобно пользоваться, играть в игры с и смотреть фильмы, и все в таком духе. На тыльной стороне у нас находится система из двух камер. Слева у нас находится двойная вспышка. И под системой камеры у нас расположен сканер отпечатка пальца. Он, кстати, очень хорошо работает, на удивление. Здесь у нас большая площадь, где у нас установлены датчики, при помощи которых вы будете заряжать смартфон через беспроводную зарядку. И в самом низу у нас нарисован логотип компании. Панель выполнена из пластика, но она выполнена в таком стиле кожи. Это очень приятно, на самом деле, на ощупь. И если бы я не читал характеристики, я бы подумал, наверное, сначала, что это кожа. На самом деле нет, это пластик. Очень приятный, с такой текстурой. По краю тыльной панели у нас имеется шов, который, опять же, имитирует экологическую кожу. Выглядит прикольно. Не знаю, металлическая или пластиковая панель, куда установлен сканер вспышка и камера, тоже смотрится очень-очень круто. Такой дизайн применялся в Vertu и в прочих лакшери телефонах, поэтому внешне тыльная панель мне очень понравилась. В правой боковой грани у нас расположена качелька громкости и клавиша блокировки. Они, кстати, очень аккуратные, компактные, хорошо нажимаются. В принципе, что еще можно требовать. На левой грани у нас расположен слот под сим-карту и карту памяти. В зависимости от того, что нужно установить, можно установить две сим-карты или сим-карту и карту памяти. На нижней грани у нас расположен разъем USB Type-C и декоративная решетка динамиков. На верхней грани у нас ничего нет. Теперь давайте поговорим о характеристиках данного мобильного телефона. За основу производительности данного смартфона взят процессор MTK6763, у него 8 вычислительных ядер с тактовой частотой 2,0 ГГц. Поддерживать производительность процессора будет оперативная память на 6 ГБ, а встроенной памяти здесь 64 ГБ. На первое время этой памяти явно хватит для того, чтобы установить любимые игры, приложения, таскать с собой фильмы, музыку, фотографии, все что угодно. Этой памяти хватит с головой. Если же вы захотите установить сюда больше памяти, то слева у нас находится слот под сим-карту. Сюда можно поставить либо две сим-карты, либо сим-карту и карту памяти. Поэтому памяти для хранения личного контента вам точно хватит. Диагональ дисплея здесь составляет 5,99 дюйма, то есть 6 дюймов. Давайте округлять. Разрешение составляет 2160 на 1080 точек. То есть здесь соотношение 18 на 9. Из-за этого при просмотре фильма вам намного комфортнее будет смотреть на картинку. Черные полосы будут минимальные, либо их вообще не будет, если вы качаете фильм киношного формата. Внутри у нас установлена батарея на 9000 мАч. Она просто шикарно себя показывает. Об этом мы еще поговорим немножко позже. На тыльной стороне у нас расположена система из двух камер. Обе камеры по 12 мегапикселей. Основная снимает фотографию, второстепенная отвечает за глубину резкости. То есть если вы фотографируете человека или какой-то объект, то вы получаете приятное размытие на заднем плане. В текстовой версии обзора в пункте про фотографию есть ссылка на оригиналы фотографии. Там вы можете посмотреть, насколько хорошо эта камера снимает. Под системой из двух камер у нас расположен сканер отпечатков пальцев. Здесь, кстати, есть и распознавание лиц. Неплохо работает, но мне лично больше нравится сканер отпечатков пальцев, потому что он работает намного быстрее. И двойная вспышка. Камера снимает отлично и, как мне кажется, для своего сегмента это прям очень-очень-очень высокое качество. Главным преимуществом данного смартфона является ни его производительность, ни качество камеры, ни отличный дисплей, а именно встроенная батарея на 9000 мАч. Она показывает себя просто шикарно. Я взял этот смартфон именно специально для теста и в течение двух дней активно играл в игры, пользовался социальными сетями, мессенджерами, проверял почту, сайт. Все, в общем, максимально, как только его можно использовать. И после двух дней вот такого активного использования у меня осталось 68% батарей. То есть при желании, если вы не будете его нагружать играми длительное время и будете немножко понижать яркость дисплея хотя бы на половину, то вам этого смартфона хватит на 7 дней активного использования. Это 100%. Стоит отметить, что здесь на тыльной панели у вас расположена зона, при помощи которой вы можете заряжать свой смартфон по беспроводной зарядке. Она не идет в комплекте, вы должны купить ее отдельно, но сейчас идет акционный период, в котором вам зарядку данную подарят. Если вы купите смартфон именно в этот период отдельно, она стоит 40 долларов. Поэтому если вы все-таки планируете покупать именно данный смартфон, то советую вам, конечно, поспешить. Беспроводная зарядка это шикарная возможность не использовать кабель, потому что все-таки какой бы разъем надежный не был спустя год или два, он все-таки расшатается. Беспроводная зарядка этой проблеме не подвержена, вы просто приходите домой и кладете смартфон на зарядку и буквально через 2 секунды идет заряд и все, ваш девайс заряжается по беспроводной технологии. Конечно, в комплекте идет зарядка USB Type-C на 5 А, она очень быстро заряжает данный смартфон. Мне хватало зарядить данный смартфон обычной проводной зарядкой с 8% до 100 за полтора часа, это просто шикарно. Мы прогнали данный смартфон через несколько бенчмарков, например, в Antutu Benchmark у нас 82 тысячи попугаев, можно было получить и больше, бывало 84, бывало 79, но вот средний показатель это примерно 82 тысячи. Если судить по бенчмаркам, то это просто шикарный смартфон, вообще никаких вопросов, в принципе, процессор мы на это и рассчитывали. 8 ядер, 2 ГГц, этого вполне предостаточно для того, чтобы получать в синтетике хорошие результаты, плюс, конечно, 6 ГГц оперативки, это тоже неплохой такой показатель. В плане игр смартфон показал себя просто шикарно, я не ожидал, что производительность будет настолько высокой. Я большой фанат плеера Non-Battleground, я играл длительное время именно на этом смартфоне в данную игру. Помимо этого, я играл в Crossfire, это новая игра от китайского разработчика, я играл в Shadowgun Legends, кстати, у нас есть обзор и на ту, и на ту игру на нашем сайте. Все игры показывают себя просто шикарно, при учете того, что это все-таки шутеры мультиплеерные, с 3D графикой, которая требует высокой производительности. Я играл с полным комфортом. Говорить про качество фотографии можно очень долго, хвалить смартфон или не хвалить. Я предлагаю вам просто перейти в текстовую версию обзора, посмотреть там реальные примеры фотографий, которые я лично сделал. Это фотографии без обработки. Если вы, допустим, не верите, что смартфон так хорошо фотографирует, вы можете их просто скачать и прогнать через одну из множества программ по проверке свойств фотографии. Там указано, какой смартфон снимал, при какой диафрагме и все-все-все. Смартфон фотографируют очень хорошо, очень ярко, цвета передаются довольно реалистично. При этом стоит отметить, что и присутствует эффект боке. Если вы фотографируете пользователя, то у него немного размывается фон. Очень хорошо передается цвет, нет никаких искажений. Фотография получается очень сочная и даже без каких-либо обработок данная фотография, она не поддавалась обработке. Даже просто фотографии получаются очень классными. Хотя здесь есть масса настроек, которые вы можете использовать, как вам больше нравится. Например, там есть фильтры вроде инстаграма, всевозможные настройки снимать 4х3 или 16х9. В общем, если вы хотите фотографировать со смартфона, мобильная фотография достаточно популярна на данный момент, вы можете взять данный смартфон, полазить в настройках и получить очень привлекательную фотографию, как мне кажется. В итоге, после длительного использования данного смартфона, а он у меня на обзоре уже примерно 3 недели, я могу сказать о нем только самое лучшее. Компания DOOGEE уже прислала нам на обзор некоторые смартфоны BL12000, BLMIX 1, BLMIX 2. Они были шикарными смартфонами за свои деньги. Но в этом смартфоне я могу заметить сильный рост компании в плане качества. Дисплей стал очень классный, очень сочный, высокое разрешение, большая диагональ, в общем, все как мы любим. При этом у нас нет челки в верхней части экрана, за это тоже спасибо. Камера очень серьезно выросла, сейчас она фотографирует, может, еще не идеально, не на уровне флагмана, но очень-очень хорошо. Если вы еще заморочитесь с настройками камеры или вы, например, умеете заниматься постобработкой, то фотографии получатся вообще шикарными. В плане производительности в играх, вы сами все видели на видео, я играл именно на этом смартфоне в самую популярную, самую требовательную мобильную игру на данный момент. Она вообще не глючит, она показывает себя шикарно. Играть по мультиплееру можно даже при мобильном интернете, что тоже является большим преимуществом. И, конечно же, главная фишка смартфона это 9000 мАч. Для пользователей, которые хотят получить от устройства максимально длительное время автономной работы это идеальный выбор. Вы берете данный смартфон на работу, в путешествии, куда угодно. Он показывает себя отлично, он долго живет, у него очень долго живет батарея. Вы можете пользоваться социальными сетями, мобильным интернетом, браузером, играть в игры, фотографировать, делать все, что вам хочется. И при этом вы будете уверены в том, что у вас заряда батареи хватит на несколько дней. Мне вот хватило на целую неделю активной работы. Поэтому, если вы давно хотели себе что-то подобное, обязательно советую присмотреться, обязательно советую прочитать текстную версию обзора на нашем сайте, потому что там я описал все основные фишки устройства более детально. Там есть больше фотографий красивых, на которых вы можете оценить дизайн этого устройства. И, конечно же, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Мы все читаем, отвечаем и пока-пока!